итак друзья вот хочу еще представить вам один проект это сделали такой вот стеллаж рассадник для сестры для моей вот тут уже кое-какая рассада растет сейчас более детально вам покажу и расскажу вот такая вот получилась конструкция здесь вот томаты уже здесь вот что-то у ней земляничка в общем шурум-бурум всякие вот здесь как видите здесь у нее уже сделано экранчики такие вот отражатели но конструкция немножко отличается и по высоте полочки разные она под себя делала как и вы можете все под себя делать здесь вот как видите между полками пространство гораздо больше это рассчитано под томаты под высокие культуры а вот нижние полочки уже маленькие ей под цветочки тоже вот отражатели свою роль выполняют прекрасно свет отражают вот освещение сделано также по 4 светодиодных лампы как и у меня вот ну в остальном в принципе все также единственно полки больше по размерам сами по себе подлиннее и пошире и поэтому конструктивно внесен вот еще один такой элемент труба как бы для жесткости конструкция чтобы полочки не прогнулись а так в принципе примерно такая же конструкция некоторые подписчики спрашивают у меня чтоб более подробно объяснил что за система вот эта вот система в мебельной промышленности называется джокер на джокер джокер на система вот и у ней у этой системы вот эти вот элементы сейчас я вам покрупнее немножко сделаю вот вот такие вот элементы заблудился вот есть различные там есть и уголки всевозможные крестовины вот и поэтому в принципе вы на свой вкус как говорится можете собрать из этой системы стеллаж именно такой конструкции которая вам наиболее лучшим образом подойдет вот ознакомиться можете набрав в гугле например джокер на система и посмотреть что можно там выбрать если у вас есть поблизости какие-то мебельные фабрики или мастерские или магазины мебельные можете туда обратиться посмотреть там вот особенно там где фурнитуру продает различную мебельную вот такая вот система еще что хотелось бы сказать сразу предусматривайте в своей конструкции чтобы каждая полочка включалась и выключалась я имеется ввиду освещение отдельно но это как бы само собой напрашивается и чтобы дешево все это получилось используйте сетевой фильтр так сейчас не знаю где здесь вот здесь вот покажу вам вот сетевой фильтр обычный который применяется на компьютерах вот и каждой полке идет сетевой шнур вот такой вот все вам остается включить нужную полочку а когда допустим спать ложитесь разом кнопкой светил сетевого фильтра выключаете все освещение вот примерно так это самый дешевый вариант получился такое можно конечно что-то и более такое совершенно огородить но это самый дешевый вариант вот такая вот мини тепличка получилось стеллаж для рассады еще что хотелось бы сказать кто будет повторять вот этот вот отражатель естественно вот здесь есть видите спереди вот эта стенка закрывается на ночь сестра обычно открывает я так и не доделал но может даже и к лучшему температура имейте ввиду когда вы закроете все лампы все равно хоть немножко но выделяют некоторое количество тепла и поэтому температура там повысится вот это не есть хорошо потому что вот например томаты немножко будут подтягиваться вот и поэтому уже смотрите сами чтобы температура не подымалась надо все-таки какие-то пространство например переднюю стенку открывать чтобы было движение воздуха чтобы понижать вовремя температуру вот все что хотелось бы сказать еще хотелось бы сказать пару слов вот о таком алюминиевом профиле это на освещение идет такой вот алюминиевый профиль вот такой у этого профиля есть с двух сторон заглушки и вот такой вот рассеиватель пластмассовые то есть вам остается только взять светодиодную лампу вернее сказать светодиодную ленту светодиодная лента наклеивается внутрь профиля надевается вот этот щелкивается рассеиватель и с двух сторон ставятся заглушки все заглушки тоже в комплекте они продаются и отдельно бывают дело в том что данный профиль можно нарезать на необходимую длину разрезаете по местам разреза светодиодную ленту светодиодную ленту можно как на 220 так и на 12 вольт и все получаете необходимой длины под размер вашего стеллажа светильники вот что еще хотелось бы добавить это просто дает возможность более в широком спектре вам изменять конструкцию что касается освещения вот мы можете четыре пять вот этих вот профилей на полочку поместить можете поперек можете вдоль вот что хотелось бы добавить